Друзья, всем большой привет! Сегодня я вам покажу, что будет, если смешать перекись водорода и марганцовку. Какой от нее эффект получится и для чего я это делаю. Уверен, вам понравится. Устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! Итак, друзья, насыпаем марганцовки. Небольшое количество, примерно полбутылька я высыпаю, где-то треть чайной ложки. Далее. Заливаем сюда перекиси водорода. Вот как вы видите, реакция просто бурная, просто бешеная реакция началась. Боюсь, как бы стакан пластиковый не расплавился. Ох ты, ё-моё! Просто жуть! Но ничего, в принципе, ничего страшного. Дождемся, пока эта реакция закончится. Выделяется много кислорода. И говорят, что если, допустим, зажечь спичку и потушить, опустить ее туда, она заново загорится, потому что много очень выделяется кислорода. Давайте проверим. Так, спичку зажег. Пусть она чуть-чуть погорит. Вот видите, как спичка гореть начинает. Реакция просто шикарная. Короче, наливаем перекиси водорода. Получается где-то грамм 100 на треть чайной ложки марганцовки. Ждем, пока реакция затихнет примерно 10 минут. Итак, реакция закончилась. Пузырьки вышли. И у нас получился вот такой вот красноватый однородный состав. Сейчас я покажу, как его применить. Этот состав разъедает абсолютно любую коррозию. В данном случае ржавчину. Сейчас я вам продемонстрирую. Берем ватную палочку, окунаем в раствор. И просто вот, смотрите, наносим на ржавчину. Ждем секунд 10 примерно. Берем тряпочку и вот так вот стираем. Как вы видите, ржавчина ушла. Теперь попробуем опустить сюда какой-нибудь ржавый болт. Либо ржавую деталь, уголок, там еще что-нибудь. Подержим там буквально пару минут. Вытащим и посмотрим, идет ржавчина или нет. Нашел очень ржавый уголок. Здесь кусок цемента, но цемент трогать не будем, оставим как есть. И сейчас весь этот уголок поместим в стакан. Подождем буквально пару минут. Вытащим и посмотрим, в каком он будет состоянии. Вот туда же он весь не влазит. Вот так вот его положим, чтобы было видно результат, как было и как стало. Также для чистоты эксперимента бросим вот такие вот болты, которые очень сильно подверглись коррозии. И давайте бросим их полностью. Вот только эта запчасть. Прямо видите, какие наросты у нее очень сильные. Так, ну все, засекаем. Давайте пять минут оставим на пять минут. И затем уже проверим. Ну а пока этот раствор у нас работает, я вам покажу еще один эксперимент. Возьмем крышку железную. Поставим ее на железное основание. Берем все ту же марганцовку из аптеки. Насыпаем ее. Примерно вот такое количество. Посередине делаем небольшое углубление. Дальше берем обычный аптечный глицерин, который стоит копейки. Открываем. Смотрите, что сейчас произойдет. Практически фейерверк. Так что, друзья, можно при помощи глицерина и марганцовки делать вот такие фейерверки. Итак, прошел час. Сейчас проверим, что же у нас вот здесь получилось. Взял воды, чтобы сразу это все дело промыть. Ох, как замечательно. Честно говоря, я не ожидал. Что будет прям такой результат. Вот смотрите. То есть, вы все видите своими глазами. Металл идеально чистый. На мой взгляд, даже покрылся каким-то вот защитным слоем. Что-то вроде цинка. Но это не точно. Так, дальше. Достанем следующее. Что тут у нас есть? Ох ты, болт. Вот, смотрите. Вот какой-то очаг остался. Я думаю, это должно убраться. Ну, вот тоже болт. Видно, да? Вот была коррозия. Вот коррозия проетая. Вот тоже хорошо видно, что вот здесь вот все разъело. Ржавчина теперь все чисто. Даже вот какие-то надписи появились. Так. Ну, где-то у нас тут запчасть была. Сразу все выловим. Вот, смотрите. Так, вот с этой стороны просто идеально все отъело. Очистилось. Есть небольшой вот остаточек. И вот тоже крупные такие наслоения, помните, были? Вот они остались. Я думаю, если положить на сутки, ну, либо хотя бы на ночь, то она просто идеально очистится. Ну, что касается болтов, они все так же почистились. Есть некоторые вкрапления тоже такие же толстые, которые, скорее всего, если бы полежали еще пару часов, растворились бы. Так что, друзья, вот такой вот народный способ и недорогой по удалению ржавчины при помощи марганцовки и перекиси водорода. Мы сегодня с вами проверили. Как вы видите, работает просто отлично. Если сравнивать вот этот уголок, какой он был ржавый и какой он стал, ну, все наглядно видно. Просто идеально. Если вы знаете еще какие-то классные народные методы по борьбе с ржавчиной и коррозией, обязательно напишите мне об этом в комментариях, и я проверю их у себя в мастерской. Но на сегодня все. Всем добра, удачи и успехов. Пока-пока. Берегите себя.